Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья Советов никак не могут догнать лидера футбольной национальной лиги Красноярский Енисей. Очередная игра национального первенства стала тому виной. Самарский клуб в гостях с минимальным счетом потерпел поражение от Воронежского факела. Единственный мяч забил в первом тайме с пенальти Дмитрий Мичуренков. Крылья Советов планируют на втором месте турнирной таблицы. Следующий матч команда сыграет в субботу на Металлурге с Волгоградским ротором. Начало встречи в 15.00. Первое крупное поражение потерпели военные летчики в высшей хоккейной лиге. В воскресенье на родном кристалле ЦСК ВВС разгромным счетом 1-8 проиграл питерскому «Динамо». В начале встречи за подножку до конца игры удалили капитана Дениса Ковалева. Оставшись без лидера, команда посыпалась, пропустив в первом периоде две шайбы. Надежда на успех появилась во второй 20-ти минутке, но это оказался единственный гол авиаторов. А вот «Динамовцы» только успевали зажигать красный фонарь за воротами самарского голкипера. Финальная сирена зафиксировала неутешительный результат. 1-8 поражение ЦСК ВВС. И клуб опустился на предпоследнее место в ВХЛ. «Динамо» на первом. В шестом туре волейбольной суперлиги Новокубышевская «Нова» на выезде в пяти партиях одержала победу над Ярославским Ярославичем. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0-2, самарская команда не только смогла догнать соперника, но и в заключительной пятой укороченной партии вырвать победу. 15-11. Это четвертая Виктория «Нова» в шести матчах чемпионата страны. Команда занимает шестое место. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!